Возродится ли зерновая сделка? Глава Татарстана Рустам Миниханов сообщил, что по приглашению премьер-министра Венгрии посетил Будапешт. К слову, по данным СМИ, именно в Венгрии, Россия, Турция и Катар могут заключить новое зерновое соглашение. Мог ли Рустам Миниханов выполнять в Будапеште спецзадание Кремля? Глава Татарстана Рустам Миниханов сообщил, что по приглашению премьер-министра Венгрии посетил Будапешт. Ранее немецкая газета Bild, заблокирована в России, написала, что в Будапеште может быть согласована новая зерновая сделка с участием России, Турции и Катара. Георгий Бофт о реалистичности такой возможности. В официальных сообщениях пресс-службы главы Татарстана никак не комментируют слухи, появившиеся в немецкой газете. Не особенно развивала их и турецкая пресса. Официально татарстанский лидер встречался с руководством Венгрии для обсуждения перспектив сотрудничества и посещения мероприятий в рамках государственного праздника. Повод для того, чтобы в Будапеште появились сразу и глава Татарстана, и турецкие президенты, даже эмир Катара Тамим бен Хамада Аль-Тани, вроде бы универсальный. Визиты приурочены к празднованию главного национального праздника Венгрии – Дня независимости, он же День Святого Иштвана, который был первым королем Венгерского королевства, возникшим в X веке, а после смерти был причислен к лику святых за христианизацию венгров. Он почитается как католиками, так и православными, но уж никак не мусульманами. Впрочем, кроме Мениханова и Эрдогана, в Венгрию на главный государственный праздник пригласили президентов Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Туркмении. Визит главы Татарстана в сторону Евросоюза стал возможен потому, что он не находится под санкциями ЕС, хотя с начала года включен в санкционные списки США. Насколько известно, в мае текущего года Венгрия возражала против его включения в 11-й пакет санкций. Можно допустить, что одновременно с посещением праздничных мероприятий глава Татарстана выступил с деликатной миссией – прощупать почву для некоего соглашения, которое может быть названо новой зерновой сделкой. Если это так, то, возможно, ее предполагается заключить без участия Украины. В возложении немецкой Бильд выходит, что российское зерно будет поставляться в бедные страны, прежде всего в Африку. Турция выступит организатором и координатором поставок, а Катар – спонсором. Такой формат не очень понятен, а главное – непонятные объемы предполагаемых поставок. Бедных стран, конечно, много, но не могут же они скупить все российское экспортное зерно, даже при помощи Катара, который теоретически может выступить даже и спонсором поставок, однако всякий альтруизм имеет пределы. В чем интерес Катара? Скорее всего, речь идет о каких-то ограниченных объемах, а также, возможно, о том, чтобы Эмират выступил в роли финансового хаба или посредника при расчетах. Если говорить объективно, то возобновление зерновой сделки в прежних масштабах было бы выгодно не только Украине и странам-импортерам зерна, сыграв в том числе на понижение мировых цен, но и России. Но Москве было бы крайне необходимо добиться выполнения ее требований по части своего экспорта зерна и удобрений, а также поставок комплектующих для сельхозтехники. Из-за невыполнения этих требований она и вышла из сделки 17 июля. Европейцы пока ни на какие уступки, насколько известно, не идут. Американцы какие-то послабления обещают, но обещаниям теперь в Москве не верят. Судя по всему, посреднические усилия турок в контакте с западными странами направлены на то, чтобы добиться компромиссов с Россией, пока результатов не принесли. Может появиться какой-то новый формат, который позволит Москве вернуться в каком-то виде в зерновую сделку и избежать конфронтации, прежде всего, с развивающимися странами по этой теме. Поскольку выход Москвы активно используется в информационных атаках против России со стороны западных стран. В любом случае, окончательно согласовывать новый формат будут не на уровне главы российского региона, а на уровне высшего политического руководства России. Контакты Мениханова теоретически могут быть лишь частью подготовки встречи Путина и Эрдогана. Кстати, у Татарстана свои отношения с сунницким Катаром. В мае текущего года Роскатара султаном бин Рашид Аль-Хатером на полях 14-го международного экономического форума «Россия и исламский мир» «Казань форум-2023». Тогда Раис Татарстана, как называется должность главы региона, сообщил, что перспективными сферами для сотрудничества с Катаром являются исламский банкинг, развитие халяльной индустрии, исламское образование и культура, туризм. В ответ высокий гость пообещал вывести отношения с Татарстаном на новый уровень. Чисто теоретически, новый формат экспорта российского зерна из Причерноморья, который, возможно, и обсуждался в Будапеште, вполне мог бы обойтись без координации напрямую с Украины. Хотя турецкие СМИ продолжают писать, что после того, как Турция и ООН разработают предложение для возобновления прежней зерновой сделки, технические переговоры между Москвой и Киевом все же могут быть проведены в Стамбуле. Однако, возможен и другой вариант. Согласно нему, Украина продолжит усилия по организации своего продовольственного экспорта, в том числе по Черному морю, вне зависимости от России, опираясь на содействие западных союзников, прежде всего Румынии и Болгарии, с их портами, но и Турции. При этом та же Турция, если она выступит координатором некого нового формата зернового экспорта с России, попытается гарантировать, чтобы украинские военные не наносили удары по российским торговым судам. Но в этом случае Анкара обратится с аналогичной просьбой к Москве, с тем, чтобы и российские военные не наносили удары по украинским портам и не препятствовали прохождению торговых судов в украинские порты. В одном случае туркам, возможно, пришлось бы пойти на конвоирование направляющихся на Украину судов, причем во взаимодействии с другими странами НАТО. Пока это лишь гипотеза. Если какое-либо соглашение состоится, то о нем объявят на уровне президента в Турции и России. О всех тонких деталях мы можем при этом еще долго не узнать. Продолжение следует...